Добрый день, с вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багеры. У нас сейчас весна начинается, как и у всех. И я хотела, я уже много рассказывала о хвойных, о подготовке к зиме, о весенних работах, об обрезках. Но у меня в саду, вот в прошлом году я посадила маленькие хвойные, вот например, вот пихточка, там лиственница. И вот маленьким хотела рассказать, что им нужен весной особый уход. Поэтому если вот у вас, то, что я сейчас расскажу, это и для больших можно применять, которые уже 2-3 года, 5 лет живут, растут и хорошо себя чувствуют. Но вот для маленьких это особо актуально. Значит, что мы делаем? Мы везде пишут, везде все рассказывают, что очень опасное время для хвойных, это когда у нас еще лежит снег, но уже тепло, и они могут обгорать из-за этого. То есть, что их прикрывают, притеняют там нетканным материалом, по-разному. То есть, это все знают, что вот это очень опасное время. Но когда это время заканчивается, начинается тепло, начинается солнышко, снег или сошел уже, и солнышко, и прошли даже там весенние дожди, если были, или если не были, или вот как у нас снега не было, а уже солнце, то вот это время очень опасное еще по другой причине. То есть, люди как бы расслабились, самое тяжелое пережили, они зелененькие, не обгорели, все замечательно, да, но вот есть вот это, особенно для молодых. Дело в том, что почти у всех хвойных очень поверхностная корневая система. Поэтому, когда у нас солнце начинает уже хорошо греть, земля быстро прогревается, и что происходит? Особенно, если вот как у меня на склоне, то есть вот этому проще, вот этому проще, а вот этой лиственнице сложнее, потому что она вот так на склоне. Значит, сильно прогревается, и могут корни, растения еще не, это в прошлом году все посажены, не сильно глубоко ушли, или в сторону, в склон ушли, например, как тут, корни, они могут перегреться, и оно у нас погибнет. Причем погибает очень быстро, практически моментально, спасти от этого невозможно. Вот, значит, что можно сделать? Их можно хорошо замульчировать. Тут у меня, вот, как видите, куча мусора, веточек, но это все специально сделано, то есть вот тут даже трава какая-то есть, но это все не страшно. Веточки, торф, листья, все это было оставлено в зиму, это и перегнивает, как будущий компост получается, и укрывает землю, хвоят, 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 все тут есть. Значит, что мы делаем сейчас? Значит, весной мы берем, так, вот сюда, мы берем торф, например, я в этом ведерке сделаю, мы берем где-то трейп торфа, мы берем иголки, которые у нас остались от новогодней елки, мы обычно опряхиваем ее, иголки собираем в пакет, и потом они используются. Причем это может быть сосна, ель, что угодно, что у вас стояло на Новый год, то и можете использовать. И берем опилки, вот, потому что у нас все хвойные любят кислые почвы, и как раз опилки это то, что можно использовать, они слегка подкислят нам почву, торф для этого подойдет. Значит, если чего-то нет, то можно обойтись одним торфом, если нет совсем ничего другого, хотя бы торф. Есть иглы, значит, совмещаем, есть опилки, совмещаем, то есть можно комбинировать или что-то одно, или все три, или вот это и это, или вот так, то есть выбираем, что есть, им надо помочь. Ну вот у меня, на счастье, есть все сейчас, и что мы делаем? Мы берем торф, причем пропорции здесь не обязательно, вот, точно как я сделаю, но я сделаю каждый по трети, пример, то есть треть ведра от торфа, потом иглы, слегка их перемешиваем. И добавляем опилки. Значит, почему желательно все-таки совместить? Потому что если мы положим одни опилки, они имеют свойство слеживаться, и будет такая корочка, что не очень хорошо все-таки. Вот, плюс, пока они не слежались, их может ветром уносить. Поэтому если мы смешаем опилки с торфом, то они не будут такими сыпучими, они их не унесет ветром, а весной часто бывают ветра сильные еще, вот, в зависимости от того, где, а если склон, тем более, вот, тут опилками очень сложно замульчировать. Поэтому вот их смешиваем или с торфом, или с иглами, и уже будет более такая подходящая концентрация. Ну вот, так, опилок еще буквально немножко. И немножечко иголочек. Вот, сделали такую смесь. Желательно в перчатках, так как иглы колятся. И что делаем? Ну вот, вот с этой и покажу. И вот так хорошо, хорошо мульчировали. Немножечко, если они у нас были замульчированы, то смотрим, естественно, мы их осмотрим. Если вдруг где-то что-то там, кора повредилась, то садовым варом, садовым бальзамом замазали. Проверили, чтобы корневая шейка не была очень сильно заглублена, как зимой. Особенно если склон, то могла земля спускаться, будет сильно заглублена. Поэтому все это проверили. Если все хорошо, то берем и мульчируем. Вот, тут вон суккуленты растут, их оставляем. А вот вокруг здесь хорошо, хорошо вот так мульчируем. Если есть сорняки, ну их, конечно, лучше вырвать. Потому что слой мульчи не такой толстый будет, чтобы их забить. Поэтому, ну, сейчас просто покажу. Вот, и здесь. Да, еще, почему это вот именно в это время опасно? Потому что у нас почечки уже начинают набухать. Вот тут вот видно. Сейчас покажу. Вот, вот прям большие, прям хорошие на пихтах. А пихты очень у нас не любят перегрев, очень не любят сильное солнце. Поэтому для них это очень важно. Также важно для всех голубых елей. И вот так вот все это мульчируем. Получается, что почки у нас набухают. А влагу оно берет растение. И если у нас не замульчировано, то влага очень быстро может закончиться. Сильное солнце. И она у нас погибнет. То есть почечки наши погибнут. И само растение тоже может погибнуть. Поэтому вот для молодых это очень важно. Для тех, кто на склонах, тоже важно. Сейчас я тоже все это сделаю. Для каких-то вот постарше растений тоже можно делать. Это хуже не будет. Вот. Это будет очень хорошо. Что еще также можно мульчировать? Вот у меня тут вереск. Вот его тоже так. Тоже он будет рад и благодарен. Поднимаем веточки. Он иногда бывает раскидистый. Поэтому подняли веточки вокруг. Вокруг это все замульчировали. Эти культуры любят также кислые почвы. Так что как раз им всем хорошо вместе. Вот. И таким образом все сделали. И получится, что у нас и само вот это вот место, где у нас хвойные. Особенно если это маленькие будут. Вот как у меня они будут маленькие расти. Не будут большим им разрешено. Будет формироваться. Некрасиво, если у нас будет или голая земля, или у нас будут как бы ветки. Все такое. Пока зарастут вот там какими-то суккулентами. Еще чем-то. А так замульчировали. Все красиво, хорошо выглядит. Так что вот. Это важный этап. Поэтому посмотрите свои хвойные. Особенно если маленькие. Все проверьте. Замульчируйте. Если очень жарко и склон, то желательно поливать. Я уже поливаю иногда. Не обязательно брать, как пишут часто, теплую воду. Теплую берем, ну как теплую, такую нормальную, комнатную, можно сказать, температуру. Это важно, когда еще есть морозы, тогда вот это. А когда уже просто солнце, обычная вода, холодная, отстоянная в бочке, из шланга. Неважно откуда. Они уже все привыкшие. Спокойно мы их поливаем, чтобы не было, не пересушить им земляной ком. Не повредились корни и не погибло растение. Поэтому это очень важно. Смотрим, следим. Ну а я покажу впоследствии, как будет дальше. Подписывайтесь на канал. Удачи!